Ветер перемен в столичном цирке. На большой арене суетятся проектировщики, составляют смету реставрации, которая будет проводиться за счет госпрограммы. Процесс затяжной, но и сами сотрудники собираются внести свой вклад. Артисты затянули пояса и за счет экономии уже купили себе бойлер на солнечных батареях. Стараются шагать в ногу со временем и в том, что касается программы. Например, под давлением движения зеленых постепенно собираются отказаться от всех трюков с животными. Зато номерам, которые вызовут улыбку маленьких зрителей, уделят и львиную долю внимания. Так в программе «Король веселья» на арену выйдет настоящий король – король клоунов. Гвоздем программы стал именитый Буба. Воздушные гимнасты, акробаты, дрессировщики и жонглеры съехались из разных стран мира, чтобы создать волшебную атмосферу в нашем цирке. В нашей программе представлены представители соседних государств – Украина, Россия, Белоруссия, артисты цирка с разными номерами, масштабными, где участвуют 5-6 человек артистов. Я уверен, что наш зритель получит массу удовольствия, потому что эта программа абсолютно отличается от предыдущих. В ней есть нотка весны и позитивного настроения. Животных станет меньше. Наш цирк, как и многие трупы мира, постепенно откажется от них. Но четвероногих актеров со стажем мы все-таки увидим на арене. С этими животными я работаю уже 6 лет, а вообще это уже четвертое или пятое поколение у меня. Сам король веселья, в честь которого и названо представление, от завтрашнего открытия ожидает позитивных эмоций. Клоун Буба объездил весь мир, а в Кишиневе впервые удалось побывать только сейчас. Поэтому детского смеха во время весенних представлений будет предостаточно. Когда никогда ничего не видел, и первый раз это видишь, и ощущаешь, и чувствуешь, это всегда интересно. Тем более такой красивый, шикарный цирк, как у вас. У нас в программе участвует единственная собака в мире, которая умеет различать цвета. Это не фейк, это на самом деле есть изюминка нашей программы. Посмотреть выступления в Кишиневском цирке можно каждую субботу и воскресенье с 12 и 16 часов. На главной арене цирка тем временем ведут проектные работы и расчеты сметы. Работы, по данным Министерства культуры, могут начать уже к концу года. Точную сумму реставрации назовут по окончании экспертизы, которая продлится минимум до апреля.